искусство всегда быть философом это искусство сегодня почти забыто мы выросли в суматохе и суете постоянных изменений вечного движения которым у нас побуждает то скука то фантазии нам очень не хватает способности остановиться и внимательно посмотреть вокруг а ведь это один из способов увидеть самого себя мы забыли что есть вещи дорогие близкие сердцу пусть даже маленькие незначительные но зато родные дающие тепло сердцу и укрепляющий дух иногда даже кажется что мы утратили любовь к ним я знаю что нам не хватает чего-то более возвышенного нам не хватает понимание того что есть вещи которые на первый взгляд незначительны но на самом деле велики и очень важны может быть пора вернуть это забытое искусство очень давно я жил несколько месяцев на острове майорка куда приехал чтобы писать свою новую книгу и вновь испытать очарование древней магии моря как-то раз мои спутники отправились за покупками а чтобы не искать стоянку оставили меня в машине вечерело передо мной по главной улице двигался нескончаемый поток туристов небольшой рыбацкий городок летом превращается в центр отдыха из боковой улицы уже погруженный в темноту я мог видеть все происходящее не замечены никем как будто из другого измерения я видел спешащих в разные стороны людей машины мотоциклы велосипеды с трудом прокладывали себе дорогу сквозь людской поток я видел парочки влюбленных полностью поглощенных друг другом и стариков которых роднила неторопливость и отчасти общие воспоминания какие-то дети бегали увлеченные своими играми которые для взрослых остаются загадкой мне подумалось что если бы вдруг все узнали что истина находится там то и там то ее можно увидеть собственными глазами то все ринулись бы к ней и поэтому каждый раз когда я вижу людей идущих в одиночку и каждый в свою сторону сердце подсказывает мне что ищут они вовсе не истин каждый пытается приблизиться к своей собственной истине отражающий как правило его желание стремление да и вообще все что угодно я видел первые звезды также совершающие свой путь по небосводу и старый парусник в неподвижности ожидающий на верфи нового плавания мной овладела странное чувство я понял что могу быть философом не вспоминая ни гераклита не канта откуда-то пришло осознание что постоянное движение вещей и живых существ ищущих чего-то пусть даже бессознательно тем не менее является естественным и достойным уважением бог есть во всем и во всех в каждом пути в каждой надежде в каждой ностальгии упустить возможность увидеть это божественное присутствие во всем это великая ошибка но еще более великая ошибка перестать из-за этого быть философом ибо именно понимание этой истины привело меня к тем маленьким откровением души о которых я вам рассказываю и ко многим другим осознанием о которых храню молчание не находя слов чтобы выразить невыразимые вдруг я почувствовал что со всеми людьми меня связывают какие-то загадочные узы вспоминая о том что писал великий поэт амада нерва я ощутил что каким-то таинственным способом все люди стали моими братьями бог я сам жизнь время пространство все переплелось и объединилась во мне я был ребенком бегал и играл я был влюбленном и шел не замечая никого кроме своей любви я был стариком и брел с трудом передвигая ноги по улицам где проходил тысячи раз я говорил на немецком английском французском испанском итальянском и шведском я был звездой плывущей по небу и старым кораблем застывшим наверх эти несколько минут я жил великой истинной непоколебимой уверенностью покоем и волнением одновременно и я понял что в этот момент был философом философом каким не могут сделать ни титула ни звания ни книги и если многие из вас еще не понимают о чем я говорю здесь пусть это их не тревожит я тоже до конца не понимаю я просто делюсь с вами небольшим откровением души внутренним тонким но интуиция подсказывает мне что она чрезвычайно важно не приоткрылась ли в этот момент грань забытого искусства великого искусства быть философом всегда и везде я искренне верю что это так попробуйте как-нибудь и вы не пожалеете ух а Продолжение следует...